В Бийске собака напала на ученика прямо средь бела дня. Это случилось на территории учебного заведения. Собака покусала шестиклассника. На кадрах видно, что школьник продолжает сопротивляться. Вообще нападки бездомных собак в Наукограде уже не редкость. Обращения в различные инстанции результатов не дают. Вечером невозможно ходить, а ни вечером, ни днем невозможно. А эти кадры из камня на обеих жителей. Города бьют тревогу уже не первый год. Озлобленные собаки свободно разгуливают по городу, недалеко от магазинов, школ и детских садов. Ближайший пункт передержки, там где собак стерилизуют, находится только в Славгороде. От камня на обеих, это больше 240 километров, местные предприниматели не спешат создавать приюты для бездомных собак. Однако недавно такой человек нашелся. На отлов животных уже выделили деньги из краевого бюджета. На это 370 тысяч, на отлов собак. Мы с ним заключаем договор, он приезжает, отлавливает на эти деньги количество собак, там получается 50 или 52 собаки. И все. Это все, что нам выделили в краевой бюджете. Чем больше город, тем больше в нем собак, у которых нет хозяина. В Барнольский приют Ласка только с этого года попало 110 особей. К слову, это единственная организация в городе и одна из трех в крае, которая занимается отловом животных. Иногда щенков просто оставляют в мешках и коробках прямо у приюта. После карантина и стерилизации они вновь отправляются на улицу. Поскольку по закону пункт передержки обязан вернуть животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий. Животных, которые проявляют агрессию, мы, согласно закону федеральному, обязаны держать в приюте вечно до их, скажем так, естественной смерти. Потому что закон эвтаназию запретил, соответственно, мы их должны определить. Но за чьи средства они должны содержаться, то есть непонятно. Потому что по факту выходит так, что оставляя у себя животное, мы уже его берем на свое обеспечение. Если вы видите на улице бездомную бродячую собаку, звоните в Ласку. Приют выиграл и в этом году аукцион. Общественная организация получила свыше 4 миллионов рублей и обязана выполнять ряд обязательств. Она взяла на себя определенные обязательства, не менее 580, по-моему, особей. Они должны отловить, чипировать, стерилизовать и, к сожалению, выпустить обратно. Но этих денег недостаточно, считают депутаты Гордумы. И до тех пор, пока не будет выстроена нормальная система работы по определению судьбы бродячих животных, подчеркивают эксперты, они не перестанут быть угрозой для людей. Хороший пример в этом плане Чехия. Там собакам встраивают чипы, по которым можно установить владельцев. Если таковых нет и хозяин не объявляется, скиталец остается в бюджетном приюте городской полиции. Андрей Дреер, Анна Рашагирова, Николай Шелко. День с толком.